Привет всем! В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как выбрать BMX или MTB звезду. Честно говоря, если бы я снимал это видео год назад, я бы сказал насрать какую звезду покупать, хоть даже если на ней хуй написано. Это всего лишь звезда, у которой главный параметр по сути это количество зубов. Но вас же интересуют нюансы и о них мы сегодня и будем говорить. То, что я дальше вам расскажу, это не мой текст, а текст человека, который как никто другой разбирается в звездах. И он по своему желанию, по своей инициативе помог мне написать сценарий к этому видео и набросал несколько пунктов по выбору звезд, которые вы должны точно знать при покупке. Имя его он просил не говорить и давайте приступим. Первое. Это материал, из которого сделана звезда. Это должен быть темрообработанный алюминий симметричный серий. Это либо 7075-T6, если звезда сделана в Америке, или если звезда сделана в России, то V95-T1 или V95-T2. Может быть еще V95-OTC2. И еще много разных номинований. Чтобы не запутаться, смотрите, чтобы в названии материала было V95 и далее темрообработка, которая обозначается буквой T. И после нее цифры 1 или 2. Чем цифра выше, тем звезда будет прочнее. Если звезда сделана в Китае, и вы увидите, что у нее написано, что она сделана из материала 7075-T6, то это вас уже должно насторожить, так как в Китае нет такого материала. В 7075-T6, как собственно и в большинстве других стран, включая и Россию. Это то, что касается материала. Теперь про геометрию. На самом деле тут много чего можно рассказать, но самое главное это крепежное деление. Оно должно быть окружено достаточным количеством материала, так как это самое уязвимое место в звезде. И чаще всего, как правило, звезды ломаются именно здесь. По поводу толщины. Толщина должна быть минимум 6 мм. Если она будет тоньше, то есть большой риск того, что звезда может погнуться. Если толще, то максимум на где-то до 7 мм. Дальше уже нет смысла, так как звезда будет тяжелой. Даже если у нее будет очень много вырезного материала. По поводу вырезов. Обращайте внимание на то, чтобы не брать звезды с большими вырезами, которые несут за тобой большие концентраторы напряжения. Также еще везде, где зубья, по окружности должно быть тоже достаточное количество материала. Теперь по поводу износа. Если вы хотите, чтобы износ был равномерный, то берите звезды с несколькими крепежными делениями. Лучше с тремя, либо с пятью. И каждый месяц просто переставляйте на одно деление. Тогда износ у вас будет равномерный по всей звезде. Далее. Лучше еще брать звезды сразу на ось, без переходника. Их сейчас продается очень мало, но у них есть два плюса. Первый плюс то, что уменьшается погрешность центрирования, так как нет этого переходника проставки. Второй плюс это, опять же, прочность. Так как если у вас звезда с проставкой, то из которого сделана проставкой, мог быть материал, из которого сделана звезда. И, соответственно, она была бы прочнее. Минус таких звезд в том, что если у вас, например, звезда на 19 мм, соответственно, у вас и шатуны на 19 мм, и потом вдруг вы по какой-то причине меняете звезду, вот, точнее, меняете шатуны на 22 мм, то вам, как ни крути, придется еще поменять и саму звезду. Собственно, на этом все. Sorry за рекламу звезды. Своей, при ней просто нет у меня под рукой никакой другой звезды, чтобы вам показывать. Но при ней я сниму еще отдельное видео, где расскажу историю, как она появилась на свет. Собственно, еще спасибо человеку, который инкогнито помог, вот, написал несколько пунктов по выбору звезд. Кому понравилось видео, ставьте лайки. И увидимся в следующем видео. Сейчас тоже возникают экстренные сложности в жизни, трудности, но надеюсь, я все преодолею, и видео будут, как всегда, выходить в стандартном режиме, три видео в неделю. Все, с вами был Дима Гордей. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok